В республике продолжают внедрять аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Эта многоуровневая система предназначена обеспечивать общественный правопорядок, прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации в автоматическом режиме. Насколько эффективно показало себя новое оборудование за два года работы, тоже обсудили на еженедельном совещании. Более ста фото- и видеокамер комплекса «Безопасный город» в Чувашии ежедневно фиксируют нарушения правил дорожного движения. Места их установки определяются госавтоинспекцией с учетом аварийной ситуации. Всего в 2013 году с использованием комплексов обработаны и направлены собственные контрактные средства 286 тысяч правопоостановлений на правонарушения. А в 2014 году практически 319 тысяч правонарушений. В настоящее время совместно с ГИБДД завершены работы по определенно основных очагов концентрации ДТП, на которых предполагается установка стационарных комплексов. Мероприятия по дальнейшему развитию системы фото- и видеоксации нарушений правил дорожного движения выполняются с учетом реальных возможностей республиканского бюджета и, конечно же, в рамках развития государственного частного партнерства. 2015 год стал годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это серьезная угроза здоровью. На сегодня практически у каждого шестого жителя фиксируется повышенное артериальное давление. У каждого седьмого – цереброваскулярная болезнь, у каждого четырнадцатого – ишемическая болезнь сердца. В Чувашии статистика выглядит не столь пессимистичной. Смертность от болезней сердца и сосудов – самая низкая по стране и Приволжскому федеральному округу. В сравнении с 2013 годом, в 2014 мы наблюдали незначительное, но повышение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но когда мы проанализировали причину, с чем это связано, мы обратили внимание, что в республике значительно возросла численность населения старше 80 и старше 85 лет. И, естественно, именно за счет этой возрастной когорты у нас наблюдается рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. План по борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы включает три основных блока – информирование населения, повышение качества медицинской помощи и профилактические мероприятия. Глава Чувашии попросил сделать основной упор именно на третий пункт. Миллиарды вкладываем, правильно, когда человек больной, его надо лечить, вопросов нет, оборудование современное цепляет, на ранней стадии болезни разного направления. Если есть точки зрения, медицина сегодня готова лечить больных людей. Диспансеризация – важный, как бы сказать, значимый факт. Но люди должны начинать правильно питаться, следить за собой и двигаться. Движение – это жизнь. Вот это простые вещи, где никаких миллиардов не требуется. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.